В этом видео я хочу рассказать про свой автомобиль BMW E36. Может быть я расскажу не все, но расскажу основные проблемы и отзыв об этом автомобиле. Каждый день я оставляю свою малышку в городе, в гараже, и мне приходится ездить каждое утро на маршрутке, чтобы забрать ее. Очень трудно передать те ощущения, которые испытываешь каждое утро, когда приближаешься к гаражу, где стоит эта малышка. Вы можете подумать, что я какой-то больной, или что-то со мной не так, но поверьте, Когда любишь автомобиль, каждая встреча с ним очень волнующая. Вот она. Каждый раз, когда я гараж открываю, аж сердце кровью обливается. Вот моя малышка. Вот она. Вот она. Вот она. Сегодня я хочу рассказать свой отзыв о владении автомобилем бмв е36 владея этим автомобилем около двух лет хочу рассказать о проблемах которые ждут будущих владельцев или проблемы которые сталкиваются нынешние владельцы снова всем привет что я хочу рассказать за два года владения этим автомобилем я бы не сказал что я очень расстроен как меня пугали что бмв сильно ломается там такое если взять нормальный достойный экземпляр которых сейчас очень мало то возможно так и есть я в этой машине перебрал все благодаря этой машине за два года я научился перебирать двигатель варить кузов и заниматься много еще чем эти навыки в жизни мне пригодятся но те эмоции которые дарит этот автомобиль несравнимы ни с чем хочешь удовольствие за него нужно платить за два года владением автомобиля он достался мне в не очень хорошем состоянии коррозия гниль все родное еще завода подвеска все то есть она была в стоковом состоянии что меня подкупило в этом автомобиле ровно работающий двигатель и ровный кузов то что он гнилой то ничего страшного с этим сталкиваются многие владельцы старых автомобилей все-таки машине как-никак 23 года значит это у меня бмв е36 325 ай с мотором m50 b25 ванас 192 лошадиные силы расход по городу где-то у меня 11.8 по трассе 9 литров жор масла отсутствует так как если вовремя менять маслосъемные колпачки то этого можно избежать если грамм 100 берет это нормально это бмв ребята как говорили в фильме бумер не нужна тебе такая машина а я не согласен парни пока у нас есть возможность купить автомобиль из 90-х с его характеристиками с его душой с его преданностью то нужно это делать несмотря на то что он ломается количество запчастей их доступность это подтверждают сегодня на рынке поддержанных автомобилей бмв е36 становится найти все сложнее и сложнее но это можно сделать значит что я хочу рассказать вначале я хочу показать свое подкапотное пространство как выглядит мотор m50 b25 ванас и рассказать о том что какие проблемы встречаются у владельцев и так потихонечку будем переходить от мотора к кузову к подвеске приятного просмотра перед вами монстр из 90-х рядная шестерка мотор m50 b25 ванас который имеет 192 лошадиные силы и дарит незабываемые эмоции своему владельцу я бы рассказать немножко про этот двигатель значит мотор м50 b25 вообще серия моторов м50 вот эта рядная шестерка является из одних самых надежных моторов на бмв которые ставили с 90-х годах и не отличается там своей капризностью или что то это мотор надежный если при должном ухаживании полмиллиона даже больше 700 тысяч может пройти этот автомобиль достался мне с пробегом 430 тысяч и если бы я правильно его эксплуатировал не наваливал каждый день то мотор бы прожил еще бы дольше но на пробеге где-то 460 470 тысяч мотор у меня накрылся из-за перегрева про перегрев мы поговорим отдельно также я мог бы избежать этой проблемы если бы я не покупал дешевый антифриз тогда были проблемы с финансами и пришлось купить самый дешевый антифриз который используется для жигулей зеленого цвета я его залил как бы поехал месяц поездил нормально и тут дороге прекрасный момент я закипел весь антифриз выкипел выгорел в итоге когда с мотор скрыли оказалось что в нем трещины а именно про гбц замена гбц на новую и ремонт капиталка двигателя не окупает себя у нас в украине стоимость капиталки такого мотора составляет около 1100 долларов что очень дорого новый мотор с пробегом 200000 я купил за 750 долларов и никаких проблем заменил прокладку гбц самостоятельно потому что за два года и владение этим автомобилем я научился делать по машине все каждый ботик каждую детальку но на данный момент за два года я ее привел порядок и она меня прекрасно посмотрите как она выглядит машина из 90-х она выглядит по сей день прекрасно когда я ее вижу сердце обливается кровью не зря говорят что если машина любимая то ты когда ставишь ее на какую-то парку и что обернешься обязательно если ты машину не любишь ты на нее не обернешься на эту машину я хочу оборачиваться постоянно я постоянно на нее смотрю потому что она выглядит офигенно мотор бмв так как и сама машина не любит китайские аналоги запчастей она любит оригинал яркий пример тому мой новый мотор 52 по счету который имеет пробег 200000 снят с донора и сейчас работает отлично без жора масла без жора антифриза но заменена была прокладка гбц так как прокладки гбц было 20 лет она прогнила касательно перегрева почему произошел перегрев у меня на предыдущем моторе как-то я менял радиатор на более производительный дизель оставил себе больше размера чтобы избежать перегрева в итоге я неправильно развоздушил систему и воздух остался в системе в дороге я перегрелся после чего повело голову и появились трещины на самой голове потому что она сделана из алюминия моторы m50 очень боятся перегрева раньше у меня стояли 17 диски точно такого же 18 стиля но из-за плохой подвески мне казалось что она жесткая очень жесткая машина и было принято решение поставить диски такого же стиля но 16-го радиус да действительно все стало намного мягче 17 диски это предель предел который можно ставить на данный автомобиль теперь поговорим о ширине резины многие бмв если вы замечали на дороге обладают очень широкой резиной для чего это делается это делается для держака потому что мощный автомобиль с задним приводом должен хорошо держать дорогу на тонкой резине просто сносит жопу на дорогах зимой особенно опасно ездить на тонкой резине на широкой резине я никаких проблем не испытываю да есть немножко колейность рулежка но самый идеальный размер резины для этого автомобиля это 225 ширина 50 профиль в высоту также можно поставить разноширокие диски спереди 215 сзади 245 235 либо передок 225 сзади 245 как стояли у меня 17 колеса офигенный держать дороги в половность входа в повороты замечательно сейчас у меня в машине практически перебрано все подвеска новая собранная оригинальная стоит машина не машину не узнать значит хотел бы поговорить про кузов автомобиля до годы не щадят металл но металл тех времен не сравнится сейчас ни с чем только послушайте как прикрой прикольно закрываются открываются двери как только ты закрываешь двери машине наступает тишина а бесшумка тех времен до сих пор работает и выполняет свою функцию на дороге есть небольшая шумность но если включить чуть-чуть музычку то этого не будет слышно за 23 года этот автомобиль также подвергся коррозии гнили ну я это уже все исправил этот автомобиль на данный момент радует меня как никогда самая частая проблема которая встречается с этим кузовом с е36 не неважно будь то седан купе универсал это проблема с вырванными креплениями заднего подрамника когда я купил этот автомобиль я понимал какой фронт работ мне предстоит по поварке кузова по восстановлению подвески и прочего когда я снимал подрамник и менял все соленблоки заднее крепление балки было оторвано от кузова если это все усилить то этого хватит еще на долгие годы и можно спокойно наваливать не переживая потому что если вы берете такой автомобиль то наваливать вы будете однозначно поэтому вам нужно усилить крепление подрамника также рекомендуется ставить распорки вперед и назад для того чтобы увеличить жесткость кузова чтобы не в его стаканы потому что за годы металл все-таки устает а распорки не дают как бы сказать замедляют донет что я еще варил в этом автомобиле помимо заднего подрамника и крепления я варил пол значит самое распространенное место это под ногами пассажира правая сторона и сгнивают наружные пороги которые нужно обязательно варить и обрабатывать после этого как бы никаких основных проблем силовая конструкция в плане рау анжероны и прочее которые испытывают нагрузку и влияет на геометрию кузова довольно прочны здесь и в основном не выгнивают а вот пол и багажник бывает выгнивает изнутри это все лечится заменой вырезанием старого металла и наваривание нового ничего критичного я в этом не вижу хочу немножко поговорить про салон салон у меня перешитый под кожзам стоит дорестайловая торпеда полный бортовой компьютер электронный климат можно сказать что это очень неплохая комплектация но не самая полная у меня отсутствует подлокотник и мобильный телефон принципе основные функции у меня есть значит установлен у меня м-руль все здесь сделано для водителя все приборы все остальное развернуто к нему в плане управления автомобиль идеальный ты сидишь в нем и выходить а с него не хочется каждый раз когда я ставлю вечером автомобиль в гараж я постоянно думаю когда наступит следующий день и когда я снова смогу на нем поехать куда-нибудь в плане комфорта для пассажиров тоже особо никто не жаловался правда за да сзади немножко тесновато ну и фиг с ним как правило я не люблю катать больше одного пассажира пусть ездят на автобусе что какие проблемы еще у нас встречаются ну естественно из-за старости встречаются проблемы с проводкой но это дело все быстро лечится слава богу в интернете очень много инструкций мануалов как это все делается за все время у меня была проблема только с контактной группой не заводи не включалось зажигание просто проводочек со временем поплавился как бы никаких проблем поставил новые и уже катаюсь сколько времени никаких новых проблем слава богу не обнаружено дальше по мотор чтобы поговорить про обслуживание данного автомобиля а именно то что в него входит что нужно значит для правильного то нужно замена масла естественно замена всех фильтров замена прокладки клапанной крышки замена пробки радиатора да да замена пробки радиатора замена пробки радиатора это как расходник раз в 7000 раз в 9000 нужно менять водяную помпу так как я напомню что мотор m50 очень боится перегревов и помпа здесь как расходник помпа как правило меняется с термостатом и с крышкой радиатора эти три элемента должны быть должны быть поменены в течение 9000 километров пробега оригинал конечно ходит дольше можно и не менять в принципе если тут есть два вида помпы с металлической крыльчаткой из пластиковой пластиковая крыльчатка со временем съедается антифризом и приходит в негодность и перестает качать воду а вот металлическая таким недостатком не обладает поэтому 100 рекомендуется ставить компас металлическая прокладка с металлической крыльчаткой термостат и новую пробку радиатора замена масла здесь особая проблема так как мотор m50 входит а 6 половиной литров масла то есть каждый раз нужно покупать две канистры что очень дорого но поверьте она того стоит одно время я заливал масло 10 в 40 потом работал отлично но жор масла присутствовал где-то грамм 300 на тысячу километров я решил перейти на синтетическое масло 5 в 30 после чего я убедился что жор масла у меня отсутствует теперь 5 в 30 более текучие масло отлично работает имеет прекрасные свойства мотор перестал сокать перестали какие-то появляться дополнительные звуки мотор работает и шепчет идеально при этом расход масла упал до нуля поэтому мотору как бы больше никаких вопросов нет вот мотор надежный но менять периодически и проводить если при должном проведении того мотор вам прослужит очень долго до покупки бмв я пользовался японскими автомобилями такими как mazda и honda и смотрел скептически на владельцев бмв думал что это больные люди как можно любить этот автомобиль он же опасный он быстрый и проще и в один прекрасный момент когда я продал свою mazda мне захотелось попробовать почему все так любят бмв я очень скептически относился первые пару месяцев езды на этом автомобиле не доставляли мне никакого удовольствия мне казалось что это какая-то чужая машина и мы друг для друга не созданы но спустя время я начал понимать прелесть бмв и теперь кроме бмв я ничего другого покупать не буду несмотря на то что она ломается там или проще и прочее если я буду продавать свой автомобиль то следующий автомобиль будет либо очередная бмв е36 либо бмв е46 трехлитровая но только бмв те эмоции которые она дарит не передать ничего конечно на огород и для повседнева машина с таким объемом двигателя не очень подходит если вы не богатый человек и также есть е36 с объемом двигателя 1618 но 16 это вы сами понимаете это не то это овощ а вот 18 из уже интересно двухлитровый мотор тоже интересный но разница между расходом на двухлитровый моторе и 25 невелика а разница в удовольствии огромная поэтому либо брать 1 и 8 либо 2 и 5 и выше итак друзья что я хочу сказать заключение заключение я хочу сказать что данный автомобиль стоит внимание если вы задавно засматриваетесь на бмв я советую вам его купить те эмоции которые дарит этот автомобиль несравнимы ни с чем абсолютно хотите спросить хочу ли я его продать нет за два года владения автомобилем желания продать его нет а желание кататься появляется с каждым днем все больше ведь давно уже таких автомобилей не делают это легендарная е34 бмв пятерочка семерочка троечка тех времен и сравняться сейчас со своим характером не с одним автомобилем не зря говорят раньше делали автомобиль с душой а сейчас это бездушные машины поэтому если вы хотите приобрести себе не автомобиль а друга то я вам советую его приобретать всем спасибо за внимание это был канал hd лесус подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравилось ставьте дизлайк если вам не понравилось если хотите новые видео пишите комментарии всем спасибо за внимание пока а а а